Скупка щенков на мясо. В Нижегородской области появилась женщина, покупающая собак именно с такой целью. Волонтеры решили зафиксировать это с помощью нашей съемочной группы. Сначала покупательница вышла на них в соцсетях и попросила для начала четырех щенят, а в дальнейшем обещала регулярную закупку. Первую встречу вживую засняли на видео. Ну что, то есть вот такие вот щеночки? Именно щенки нужны, да. Маленькие? Да, именно щенки, потому что вот именно в щенячьем мясе что-то вот есть такое, вот это вот, противотуберкулезное. Звонила нам женщина, попросила помочь ей привезти четырех щенков. Нет, щенка, его хотели скушать, вот такую Манюську, вот, хотели съесть. Это вообще ненормально, вы видели мою реакцию, что я ее чуть не задушила. Когда узнала, что она берет щенков и для мяса на лечение своего брата родного. Как она сказала, что вылечили брата и берут другому человеку совсем, еще теперь. Пусть ест на здоровье. Оно ничем не пахнет, это мясо, ничего. Даже тушенку можно делать, и так вот прям с картошкой пожарить. Понимаете? Это серьезно, серьезно. Капец, собаку есть. А что такого-то? И она сказала, что если сейчас все нормально будет, она еще будет брать других щенков. Как бы это какой-то поток у них, наверное. Взрослые собаки ей не нужны. То есть я с ней разговаривала, предлагала, говорю, может взрослые собаки нужны, они тоже как-то помогают. Нет, именно щенки. И желательно поменьше. Возрастно, вот то, что мы привезли, это уже как бы крупненький. Какое лечение в 21 веке собаками? В 21 веке есть медицина, есть современное все. Сейчас можно все сделать, я думаю. Это, ну, это издевательство. Ну, что ты щенок виноват? Как можно им вылечиться-то? Подчеркну, в медицине никогда не использовался и не используется подобный метод лечения туберкулеза. Как сообщил главный фтизиатор Нижегородской области, это какие-то поверия, не имеющие под собой никаких оснований. Тем не менее, люди почему-то скупают собак, чтобы убить и съесть. Для лечения. Я вам правду это сказала. Мне вам больше вообще нечего сказать. Попахивают ересью? Нет. Потому что мы вылечили моего родного брата. Вот именно от туберкулеза. Ченячьим мясом, да. Но у меня, к сожалению, нет доказательств. Но человек вот живет в Нижнем Новгороде. Вы убивали щенков? Да не, мы убивали. Это происходило в деревне, и мы наняли, и все. Вы берете собаку, чтобы жрали. Человек жрал собаку. Как может быть? Для лечения. Никакого лечения не может от такого щенка быть. С начала 20 века туберкулез лечится. И в 19 веке туберкулез лечился. Ну, если есть же разные формы, правильно? Есть открытая и закрытая форма туберкулеза. Ну, что теперь, ладно, не давайте. Понимаете, что это жестокое обращение животных. Это статья 245-я сейчас. Да, чем вы занимаетесь? Вы знаете? Мы их не знаем. Вы знаете, будете знать. Мы будем знать. И ваш брат будет знать. Ну, обращаться, конечно, нужно в полицию. Меня больше всего поразило это то, что маленький ребенок, у нее девочка лет 15, и вот совсем подросточек, где-то 7-8 лет. Эти дети все видят, эти дети все знают, что их мама занимается убиением собак ради лечения. И они тоже защищают уже ее, и они к этому нормально уже относятся. То есть внутри у них нет понимания, что нельзя к животным относиться так. Кстати, волонтеры уже обратились в полицию, и в полиции начали проверку действий покупательницы животных на соответствие их уголовному кодексу, подпадают ли они под статью жестокое обращение с животными.